Прозрачным утром На мокрых крышах О чем соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Открыты двери, уютней стало Заходи в ночах Мы будем вместе листать сначала Старый календарь Огни большого города горят Антенны шепчутся на мокрых крышах О чем соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Скажите честно Скоро я смогу сниматься? Ну со съемками пока придется повременить А синяки Скоро пройдут Пойми ты Травмы лица так легко не заживают И вообще лежи, лечись, не надо геройствовать У тебя еще с почками проблема Скажи спасибо, что так легко отделался Все могло бы быть намного серьезнее Я бы хотел Выписаться как можно скорее Знаешь что, когда будет возможность Тогда и выпишем А пока Лечиться, дорогой товарищ Лечиться Да, Инга Владимировна Вы, капельницы, продолжайте И обезболивающее по необходимости Скажите, пожалуйста Я хоть на себя буду похож А куда ты денешься? Ну знаешь, хочу тебе заметить Что внешность для человека А тем более для мужчины Далеко не главная Намного важнее душа Я же актер У меня роль есть Ну что актер? Для актера, между прочим Душа вообще самая главная А роль? Ну роль можно переписать Твоего героя вполне могли Вот так же вот избить И все твои шрамы, синяки Окажутся очень даже кстати Конечно, мне кажется Так даже будет интереснее Этот вопрос не ко мне К сценаристам, режиссерам И ко всем остальным Ну давай, не переживай Надо, вот тут перепишут Бессмысленно все это У них нет времени ждать Это же все не для развлечения А для денег Послушай, ну будь ты доволен Что жив остался Что не калека А деньги, роли Это же все приходящее Вот семья, близкие Это совсем другое дело А ролей у тебя еще тысячи будут Ну вот увидишь А пока лежи и лечись Майка, ответь Позвони Позвони Собираетесь идти гулять с малышом? А что нельзя? Я может быть под арестом с ребенком? Что ты, Майка, можно конечно Идите гуляйте Спасибо за разрешение Только давай без фокусов Иначе сама знаешь Я знаю, на что ты способен, подонок А вот этого не надо Не надо делать из меня подонка Я просил тебя по-хорошему Ты сама вынудила меня на это Я вынудила тебя? Я тебя не вынуждала На то, что ты сделал сам Сам? Ты прекрасно знаешь Что причастна к этому Так же, как и я Это не надо было Крутить мозги двум мужикам А теперь расхлебывай Сама ту кашу, которую заварила Я, может быть, ее и заварила Я во всем, может быть, и виновата Но я это делала из-за любви А не просто так Так я тоже из-за любви Что ты на меня смотришь так? Да, я люблю тебя Я люблю тебя, понимаешь? Не трогай меня! Не трогай! Я тебя никогда не прощу За то, что ты сделал с Русланом Никогда! Что, на свиданку собираешься? Не твое дело Алло Привет Привет Что делаю? Конспекты твои читаю Нет, Антон, знаешь, не получится Заяние Ну, давай в другой раз как-нибудь За конспекты огромное спасибо Очень помогли, да Ну, все, пока Пока Кто звонил? Знакомый с курсов Конспекты он дал почитать Какие конспекты? Ну, какие-какие По богу учету Почему я все время должна перед тобой отчитываться? Отталкиваешь хороших парней А что, мне нужно С каждым встречным романчики крутить, как ты? Ну, скажи мне, и что У тебя много таких вот ухажеров? Хватает Не понимаю Ну, зачем ты отталкиваешь хороших парней? Возишься с этим Максимом Максимом, как с писаной торгой Пойми Он не перспективный Мам, с Максимом я как-нибудь сама разберусь Ты в своей личной жизни сначала разберись А потом в мою лезь У тебя вон с твоей Коленькой тоже, между прочим, не клеится Тоже мне Дочь называется Ну, хоть бы раз поддержала Пожалела Сказала бы доброе слово бы какое-нибудь Зина Алексеевна Да А Мэй вам ничего обо мне не говорила Молчит? Молчит Ну, и что? Поболчит и отойдет Главное, что все уже решено Вещи собраны Документы оформлены Я с ней просветительские беседы веду Да, по поводу жизни здесь и там Чтобы Чтобы понимала свое счастье Глупенькая Да нет, обижается она на меня Ну, Коля уже вернулась Потихоньку оттает А уедете Вообще все забудется Вы знаете, я все переживаю Как бы она в самую последнюю минуту Не передумала ехать А не передумает Не дадим А когда уедете за границу Она сама там поймет Что обеспеченная жизнь Там намного лучше Бедно ты в коммуналке С уже Давно не нужным Артистом никому Ну и как? Тебе нравится играть? Нравится Ты роль у меня хорошая И партнерша ты Классная Тебе уже показывали наши дубли с Русланом? Конечно, показывали Ты, кстати, очень хорошо смотришься в кадре И в жизни ты тоже очень хорошо смотришься Ну, конечно Нет, правда, ты красивая Знаешь, вот через несколько лет Ты будешь работать в Голливуде Да, может, тогда вспомнишь о бедном несчастном актеришке? Ну, если буду в Голливуде, тогда вспомню В Голливуде? Что? Уже в Голливуд собрались? Вы бы, кстати, лучше бы сцену порепетировали Лен, а ты у Руслана в больнице была? Была Молодец Надо парня навещать Жалко ведь его Такое начало карьеры сломать Ладно, ладно Жду вас на площадке Конечно, делать вид, что переживаешь намного проще Чем сделать что-то реальное для человека Ленор, а вы не слишком ли много пьете кофе? Да еще такой крепкий А вы о моем сердце беспокоитесь? Беспокоюсь Почему бы и нет? А вы что, совсем о нем не беспокоитесь? Вы все даже не представляете, сколько раз мы ей это говорили Слушать не хочет Безрезультатно Сердце у меня здоровое А кофе, я говорю, вкусный Это да А потом, знаете, сердце ведь От хорошего кофе Сердце не колодится и давление не скачет Это вот, да, от растворимой гадости Всякое другое дело Ну, может быть, тогда и меня угостите кофе С удовольствием Вот, а я вас угощу Настоящим мясным рагун Да, 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 не смейтесь Я, между прочим, замечательно готовлю мясные блюда Ну что ж, хорошо Вы хотите, чтобы я вам сейчас кофе сварила? Да нет, нет, нет Ну, после того, как дозреет мою рагу И вы его отведаете Договорились Михаил Андреевич Не хотите лимонаду? А, нет, Степ, спасибо А я, знаете, люблю лимонад Ну, детство мне напоминает Время наше золотое, советское Я не люблю вспоминать советское время Ну, ведь во многом хорошее время-то было Ой, Степ Время-то, может, хорошее было Люди Не все хорошие были Я в том числе И представляешь Пригласил меня на танец Я вообще себе Степана не представляю, танцующего Оказалось, галантный кавалер Понравился? Ну, об этом рано еще говорить Ну, в одном ты права Настоящий мужик Намирающий вид Философ, эрудит Энциклопедические знания Большой словарный запас Если бы ты знала, сколько он книжек читает И не какие-нибудь там детективчики Оно и заметно Ну, что, может, английскому его выучить? Ну, что Работа у него сейчас престижная Серьезная, инженер Так что я думаю, английский ему совсем не помешает Давай По моей вине, Степа Погибла семья Моей любимой женщины И сама она Умерла в ссылке Это не так уж мало Ну-ка, подождите Это вы говорите О семье Норы? Да, Степа О семье Норы Знаешь, я Я счастлив, что она Меня простила Норы удивительная женщина Да Я счастлив, что она О, лимонад-то я забыл Михаил Андреевич Это что с вами? Вы Вы влюблены в Нору? Отец еще в себя не пришел Из-за матери переживает Такая в доме атмосфера Тяжелая Как будто умер кто-то Она хоть звонит? Звонит, узнает Как мы Отец из-за этого Еще больше переживает Жалко его Почему так несправедливо? Он ведь этого не заслужил Он всю жизнь любил Только ее Меня усыновил Отец у тебя замечательный У нас и мама Замечательная Нам ее очень не хватает Да Все так сложно Да, я Люблю собственную дочь Как когда ты любил Ее мать Женщину, которую я Предал Когда ты их всех Выселили из этой квартиры Ну да, да Я знал, что эта квартира Когда-то принадлежала Элеоноре Эта квартира принадлежала Ее отцу Профессору Фридману Потом его арестовали Расстреляли А Эля Мама Элеонора Она Погибла в ссылке Я даже не знал, что У меня есть от нее Дочь Тоже Элеонора Тоже Элеонора Да Ах Угораздило же меня Старого дурака Влюбиться В собственную дочь Михаил Андреевич Вы погодите А Вы уверены, что Нора Ваша дочь? Но все-таки Как-то Проясните это Нет Ей я ничего не скажу Нет Она не должна Ничего об этом знать А В смысле Могила Вы меня простите, что я вот так вот Влез в вашу жизнь Ничего Ты же не нарочно Я так виноват перед ней И почему все плохое в одно время? Ты о чем? Я Руслане Как ему сказать, что его Майя бросила? Не знаю А я ведь его друг Сказать надо Только вот когда? Пока он в больнице лежит? Или может быть он Вернется и сам увидит? Ну знаешь, я думала, что лучше подготовить Значит сейчас? Да, это сложно Но думаю, что да Лучше сразу сказать Скажите, пожалуйста Я правильно взял Порошок для цветного белья? Это детский порошок Для белого белья Так, а шерсти можно стирать? А то на всех написано, что не для шерсти Нет, для шерсти специальный порошок Но лучше брать жидкое средство Там есть Вы посмотрите повнимательнее В самом самом углу Вы покупать будете? Да, извините Извините Я беру Извините Сейчас Спасибо Извините Вот мужчина Беженый даже порошок не могут купить Привет, Майя, надо поговорить Не трать время зря Я все равно не вернусь Вы же так любили друг друга Почему? Я не хочу об этом разговаривать О чем ты не хочешь говорить? Руслан уже в больнице Он даже не знает, что я его бросила Вернись Ты понимаешь, что ты ему жизнь сломаешь? Послушайте, я уже ничего не могу изменить Чего ты не можешь изменить? Ты все можешь изменить Понимаешь? Или тебя заставили? Тебя заставили, да? Кто? Мать Игорь? Максим, меня никто не заставлял Я сама так решила Почему? Я не понимаю То ты плачешь, а Руслане бегаешь к нему тайком То ты вдруг бросаешь его, даже не поговорив Послушай Так будет лучше Лучше ведь, да? И для меня И для малыша И для Руслана Ты что, за границу собралась? Я не хочу об этом разговаривать Да? Я не хочу Не хочу же, правда? Ты такой хороший Ты такой хороший Да, алло Алло Здравствуй, Андрей Это Мамет Прости, что позвонил Понимаю, как тебе тяжело Но я хотел бы пригласить вас с Тимуром К себе в гости Что? В гости? Да, в гости В мой дом Понимаешь, что это звучит странно Но Эва переживает Она любит вас Подожди, ну Ну, а в таком случае Почему Она сама нас не пригласила Сама? Ну, ей, конечно, неудобно было бы спрашивать об этом меня Но я вижу, что ей это очень нужно Это моя инициатива Придете? Прошу Это очень важно Ну Все будет зависеть от Тимура Если он согласен То, конечно, мы придем Пока Пока Привет Привет Я тебе тут пахлаву принесла Ты ведь любишь? Ну, чего молчишь? Любишь пахлаву? Не повядешь ли Пахлаве только и думаю Ну, и зря ты так Все у тебя будет нормально Я уверена В институте все знают, что ты в больнице Все беспокоятся И мастер волнуется Ты ведь так много пропустил А пропущу еще больше Ну, не переживай Я тебе помогу Я вам даже книжку принесла По истории кино Это очень интересно И совсем не сложно Будешь читать А хочешь, я тебе еще ноут принесу Ну, фильмы будешь смотреть Фильмы? Слушай, здорово Я всегда мечтал стать из актера, зрителя А книга зачем? Киноведом стать Тебе тут успокоительные дают А то ты нервный какой-то Видать, когда били По нервам попали Ладно, киновед Я пойду У меня завтра съемка Какую-то ерунду надо снимать С дублером И, между прочим Режиссер тебе привет передавал Он очень волнуется Что так все произошло Пап, привет 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 Слушай, Тим Тут такое дело Нас Нас с тобой в гости пригласили Да Так Пригласил нас Мамет Мамет? К ним в гости Я сказал, что все будет зависеть от тебя Как ты скажешь, так и будет А что я могу сказать? Нет А почему? Пап, а что, не ясно? Нет, ну ясно, конечно Но просто это он делает не для себя А для мамы Она переживает очень И за нас, и за тебя Лучше бы она здесь переживала А то ушла и переживает Ну да Просто, может быть, я старше Поэтому я как-то к этому Спокойнее отношусь Все равно она нас предала, пап Ну да Но как бы там ни было Она твоя мать И хочет тебя видеть Пап Хочет меня видеть? А вот тебе Тебе приятно будет их увидеть вместе? Неприятно Но тем не менее От этого никуда не денешься И я считаю, что нам нужно поехать И повидать маму Инга! Инга! Привет! А я тут с работы иду, смотрю Ты? Из магазина? Давай помогу Ну помоги Ну помоги Что это? У нас что, гости будут? Да Маме Ну так устала Только что с работы Ну что ж ты не предупредил-то меня? Прости, не мог Ну вот А гости-то, наверное, важный Судя по тому, какой ты стол накрыл Ой, боже мой Я так ужасно выгляжу В совершенно не форме Я-то думала Я приду с работы домой Мы с тобой тихо, спокойно посидим По-семейному А мы так и посидим Ну как мы так посидим? А как же гости твои? А гости мои? Ты их знаешь Это Андрей и Тимур Что? Да Ой Ой Коля пришел Ты в магазине был? Какой ты молодец Давай Это не наши сумки То есть ты ей домой сумки носишь? Нет, чтобы хоть нам раз что-нибудь принести? Все сказал У меня здесь еще, между прочим, мама живет и сын Если я из тебя еще что-нибудь подобное услышу Я за себя не ручаюсь Вот здесь нет придирки Вот здесь КОНЕЦ Тамара Это вам Ты опять пришел раньше, чем я Ну, так положено Мужчина, он должен ожидать свою даму Прошу Да Кстати, у меня есть Для вас одно предложение А может быть нам уже можно Перейти на ты А мы уже, по-моему, перешли Точно Да Слушай, ты Такой голландный кавалер Это такая редкость в наше время Спасибо О темпура О морали Чего? Это выражение цицерона О времена О нравы Я не знаю ни одного выражения по латыни А я тоже, только Я и латынь-то не знаю Это я прочитал цицерона И то в переводе на русский язык Серьезно? Ты читал цицерона? Ну да Кошмар какой Да нет Ну это, знаешь, так Для себя Это, ну, набор знаний Пустой энциклопедизм Кстати, у меня есть Предложение к культурному досугу На сегодняшний вечер Как ты относишься Театру Кино Концерт Ты еще мне в музей предложить Хотите? Могу Давай лучше здесь посидим Прости, да Ты, наверное, устал А то я что-то не подумал Дело не в этом Просто Если мы пойдем в кино Или в театр Мы не сможем разговаривать А мне хотелось бы Поговорить с тобой Ну Боюсь, что я не настолько интересен Как какой-нибудь Блокбастер Но там За душой Кое-что есть Мне кажется, что ты очень интересный человек И потом, знаешь Я крайне редко встречала мужчин Которые Не считали бы, что они Ну, умнее женщин То есть Ты меня понимаешь? Ну да, да, да Ну, мужчины, которые считают, что Женщины Не умнее их Это неправильные мужчины Женщина Женщина – существо Тонкое Умное Она Она думает чувствами Ну, ведь не зря Практически у каждого Философа, поэта Была женщина Там жена или подруга Муза Которая вдохновляла его На написание Великих произведений Степа, а ты поэт Ну, хотелось бы верить Давай за тебя И за тебя Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Коля Я сплю Коль Коль, ну мы так давно С тобой не спим вместе Это все из-за Инги, да, Коль? Нет, это из-за тебя Достало меня уже Коля, а почему? Потому что я хочу Наладить наши отношения Шал, не начинай Сейчас, иначе я просто уйду Ты, ты что, меня пугаешь, что ли? Коля, ну куда ты уйдешь? Как-то твои тебя Не больно ждут Видимо, им хорошо без тебя Уйдет он Ну куда ты денешься, Коль? Коль, ты че? Коль, ты куда угодно Достало мне походу Я так рада, что вы пришли Правда, жутко соскучилась А я для вас приготовила кое-что Далму? Далму Угадал Не сложно было догадаться Тим Спасибо, что пришли Давно я не видел ее такой счастливой Так Элочка, принеси соль, пожалуйста Сейчас Продолжение следует... Коль, так, и скажи мне, что ты здесь делаешь-то, а? Что, спишь, да? К чему нет, Степ? Мне все уютно, тепло. Ага, ага. Что, выгнала? Сам ушел. Хоть высплюсь нормально, без истерии, глядя. Ну да, да, да. Женщины, видишь? То они музы, то они, понимаешь, бесы. А главное, ты ведь не угадаешь сразу, кто есть кто. Поначалу-то все же ангелы. Это Степ прав. Коль, ну, слушай, бери раскладушку, пойдем ко мне, а? Нет, нет, спасибо, Степ. Я устроился уже. Спасибо. Ну, как знаешь, ты это, ну, заходи, если что. Предложение в силе. Спасибо. Коля, это ты, что ли? Господи, тебя выгнали, что ли? Мам, ну, я сплю. Понимаешь, сплю. Можешь сделать вид, что меня вообще здесь нет. Да, не думала я, что докачусь до такого позора на старости лет, а? Эх, Коля, Коля. Николай уже, уже в коридоре. Что? Да, спит. Как в коридоре. Да, на раскладушке. Слушайте, это она совсем, что ли, в наглево? Она отцом берет, как хочет. Ну, как тогда? Да он сам ушел. Я слышала, он Степке рассказывал. Сам ушел. Ой, конечно, хочет нас разжалобить, но мы не поднадимся, не пустим его. Точно, Инга? Ни со что. Слушайте, ну, отец просто невозможно. Да, че, 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 че. Вот, пускай спит, где хочет. Хоть на чердаке. Мама, что тебе, совсем не жалко? А че его жалеть-то? В коридоре тепло, не на улице жалко. О, пусть, пусть поспит. Может, поумнеет. Ну, что? Сбежал от тебя твой жених. Вон даже в коридоре готов спать. Ничего, вернется, на коленях еще ползать будет. Спасибо, счастливо. До свидания, мама. Тимур! Сынок, я тебя очень люблю. Ты заходи ко мне, пожалуйста, почаще. До свидания, мама. Дружка, спасибо огромное, что вы пришли. Для меня, правда, это очень важно. Пока. Пока. Я провожу их. Я провожу их. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, так и будешь спать одна? Ты моя жена. Должна спать со мной. Слышишь, пойдем со мной. Просто ляжешь. И все, я тебе ничего не сделаю. Мне больно. Пусти меня. Я ненавижу тебя. Пойдем со мной. Я тебе говорю. Най, я тебе вну. Отдай. Отдай. Это он. Почему он тебе звонит? Почему? Ты ему не сказала ничего? Отвечай, сказал или нет? Нет. Значит так. Слушай меня. Сейчас ты ему скажешь, что между вами все кончено. И чтобы он сюда больше не звонил. Поняла? Поняла? Сейчас скажешь ему все это. Иначе сама знаешь, что я с ним сделаю. Майя, ну наконец-то. Что там у вас? Я никогда звониться не могу. С сыном все нормально. Он не заболел. Почему ты не приходишь и не звонишь, Майя? Майя, ты меня слышишь? Руслан, я должна кое-что тебе сказать. Между нами все кончено. Что? Я не понял. Что ты говоришь? Я сказала, между нами все кончено. Умница. Молодец. Тихо. Тихо, тихо. Пошел вон. Пошел вон. Тихонько, все-таки завтра ехать. Много вещей не бери. Все, что нужно, там купим. Ну, Руслан, сейчас как сам-то он? Переживает и забудет он свою мать. Здесь все, что Коленька любит. Меня ты так не балуешь. Тебя тоже останется, только ты домой потом не торопись, ладно? Не Ocean. Тихо. Продолжение следует... Продолжение следует...